Тили-тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли. Дочитала комментарии под нашими видео в ТикТоке? Под роликом там, где мама спрашивала про тренинцы ее мальчика. Пишут, это не смешно, но проведите его к психиатру. Это обязательно, я задаю вопрос. И потом психиатр выведет из этого состояния. Покажите, кого вывели. А вот родители тут могут больше, чем психиатр. Вынос ответственности может быть фатален. И человек продолжает. Специалист знает, что делать. Ребенку надо помочь. Он не контролирует, он не защищается. Ему нужно помочь, и это только специалист. Только специалист. Только специалист, да. И ты знаешь, меня даже улыбнуло немножко. А вы знаете этого специалиста? Вы знаете, кому вы сейчас будете доверять жизнь своего ребенка? Так уверенно говорите, да. То есть родитель сам не должен меняться. Родитель сам может уйти в сторону и доверить первому встречному. Вы видели диплом этого специалиста. Вы знаете, как он учился в институте. Вы готовы опичкать своего ребенка таблетками, замечу, психоактивными веществами. Вы готовы ну, давайте прямо говорить, испортить ему жизнь. То есть любое обращение к психиатру, оно будет зафиксировано. И в дальнейшем у вашего ребенка, например, при трудоустройстве на определенной организации он уже не пройдет. Опять-таки, даже права получить он уже будет ограничен. Подождите, это делайте вы, родители, чтобы не взять ответственность. А по поводу специалистов вообще отдельная тема? Это вообще вопрос вопросов на самом деле. Расскажи, как... Ну, ты лучше расскажешь. Как пример даже, да. Сын сейчас стебался, говорит, ну вот в институте, если посмотреть, учатся одни придурки вот сейчас. Вот смотришь, приходят зеленые, говорит, ну такие обдолбыши. И вот он потом получает диплом, там проучился иное количество лет. и вот те, кто учился вместе с ним, вспоминают, говорят, да нет, я что, к Петрову пойду? Я что, больной, что ли, к Петрову идти? Он же, господи, у него же мозгов не было, он там половину занятий пропустил, он там, он там. Вот такой специалист может попасться и вам, а вы так слепо доверяете, абсолютно слепо, прям уверенно говорите к специалисту. А вы уверены, что вы не к Петрову попадете, который прогулял половину занятий? И который назначит то, что подсадит ребенка на лекарства и в дальнейшем... В зависимость, на самом деле подсадит в зависимость ребенка. И в дальнейшем это уже игра, которая, ну, психически больного человека, который может сидеть и даже потом на всю жизнь на успокоительных, это еще в лучшем варианте, успокоительные. Ну, а на самом деле только бы самим не заниматься, только бы самим родителям не развиваться, не учиться. На самом деле это же проблема родителя. Да. Это родители проявляются так. Это болезнь родителя. Да. А ребенок скопировал такое проявление родителей. На сегодняшний день надо остановить проявление родителей и дать скопировать здоровую информацию. Ребенок будет здоров. То есть источник проблемы в родителях, и надо перекрыть источник проблемы, И когда ты его перекрываешь, дальше дать возможность загрузить здоровую информацию, и тогда будет выход. А вынести ответственность на третьего персонажа, который мог быть, извините, обдолбышем или разгильдяем, мягко говоря. Вы же не знаете, к кому вы отдаете ребенка. Да, точно так же, как и учителя тоже. Мы же не знаем. Они шли в большинстве своих случаев в педы идут куда? В пединституты или педуниверситеты? Кто? Кто не прошел там по баллам туда, куда хотел? И тогда идут, главное, чтобы получить высшее образование. Вот такие учителя учат наших детей. Тогда важно, чтобы в медицину шли действительно по высоте образования. По призванию, по интересу. Там, где действительно самые умные. Еще медицина, вот во всяком случае, последние 10 лет она, конечно, скатилась, а до этого еще держалась. А учителя скатились еще в начале 70-х? Учителя очень сильно скатились. Я могу сказать, что процентов 70 учителей, кто не по призванию. А вот просто, ну, потому что на самом деле не способны на большее в жизни. Но это, к сожалению, это так. Хотя учитель, когда это по призванию, то это невероятно достойная профессия. Это действительно, это самая, да, она самая ответственная. Когда у тебя ребенок, да, дети, много детей, которым ты можешь привить интерес, дать любовь, благодарность. Это на самом деле, это вот второй человек после родителей, да. Вторые люди после родителей. На самом деле это так. Но учителя сами не умеют любить и ненавидят свою профессию, ненавидят свой предмет. Они ненавидят, мало того, они ненавидят детей. Что есть, то есть. И сегодня закрывать на это глаза надо поднимать престиж этой профессии. А когда говорят поднимать престиж этой профессии, автоматически. Поднимать заработную плату. И все. Вот, понимаешь, перечеркнули. Подождите, тут не заработной плате идет речь. Речь идет о том, что туда человек должен приходить из интереса, ему должно быть интересно с детьми. А знаете, таких людей мало. Но я встречала таких людей. И я встречала. И ведь сразу учителей, да. И ты сразу вычисляешь этого учителя. Дети разъену в рот слушают, и дети любят этот предмет. Они просто в этом предмете, у них получается легко его изучать, потому что им нравится. Потому что преподаватель дает этот свой предмет, который сам любит, который действительно ему интересен. Он дает так детям, что дети разъену в рты слушают. И идут с удовольствием на этот предмет. И даже тогда манера говорить у учителя, он говорит так, что... Вот его слушаешь, и тебя улыбка берет, потому что он говорит на детском языке. Да, интересно. Ты действительно слушаешь этого. Вот этот ребенок, вот этот ребенок в нем не умер. Интересно. И тогда, да, и тогда возле этого человека действительно крылья отрастают. И у детей отрастают. И у взрослых отрастают. А когда он долбит, 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 как дядя к этому ребенку, унижает, принижает, заставляет, долбит родителей. Вы должны за него сделать домашнее задание. И родители. А что нам задавали? Это же безумие, ребята. И вот вам престиж профессии. Престиж профессии определяется не деньгами, а интересом. Интересом работать с детьми. У кого призвание, у кого душа поет и направляется туда. И такие дети, вот когда, дети, которые вот заканчивают сейчас вузы, когда они выбирают профессию, они же сейчас на что ориентируются? Благодаря родителям. Они говорят, ой, сегодня войти надо идти, там много заработаешь. И все. А он, возможно, по призванию был учителем. И сломанная жизнь. Он и антишником не станет. И учителем уже не будет. А все потому, что родители завернуты на деньгах. Потому что живут ради денег. Неинтереса. Неинтереса. Если бы развернуть человека в благодарность в моменте здесь и сейчас к тому, что он имеет. Если бы человек способен был быть благодарным себе, своему окружению, своим близким, своим родным, государству, учителям, вузам и так далее. То есть умение видеть благодарность каждому человеку в себе. Находить эту благодарность. То он бы завершил очень много игр ненужных ему. И смог бы действительно нащупать в себе интерес. Без благодарности интерес нащупать не получается. Мы это давали на наших практиках, погружениях. Это на самом деле так. Пока ты неблагодарная свинья, ты не можешь быть в интересе. Интерес будет перекрываться деньгами, выгодами, ухищрениями, сыграть вот в этот изоворот, в искажения, еще во что-то. А именно чистота, она рождается с благодарностью, открывается с благодарностью. И с благодарностью через эту чистоту может проникнуть настоящий неподдельный интерес. Вот ваше предназначение, то, с чем мы приходили в жизнь. И получается, когда человек вывернутый весь наизнанку и неблагодарный по этому, потому что вывернутый весь, он и совершает такие дурацкие ошибки. И ты знаешь, меня сегодня очень сильно порадовал чат мам. Там одна мама написала, мама Юля. Мама Юля, сейчас открою. Она просто в чате для мам написала. Можно я еще добавлю своих мыслей по поводу психологии и психологов? Вчера некоторые из нас выносили решение задачи из психологии. В психологии остался тот, у кого не получилось в инфодайинге. Вы цепляетесь за нее, потому что не готовы расстаться с объективной реальностью. Цепляетесь за нее, и поэтому поете дифирамбы психологии. И дальше она там про автомат с благодарностью пишет. И еще Наташа написала нам всем, что пора взрослеть и быть благодарными за то, что есть. В этом действительно ключ. Это суть состояния движения по пути создателя своей реальности. Но что хочу здесь отметить. Мы ищем, за что поблагодарить человека уже сейчас по объективным меркам. То, что принято у нас считать положительным, позитивным. Но с большего контура благодарность возникает только тогда, что человек сейчас мое зеркало. Что я сейчас могу видеть те части себя, которые вынесла, не приняла, обделила вниманием. Это уже качественно иное состояние. И тогда искренняя благодарность становится автоматом. Чего нам всем желаю. Хотя, может, кому-то и не надо. И здесь, на самом деле, пошел разворот по выгодам. На самом деле, выгодна психология. Поэтому и не могут оторваться и мамы от выгод. Поэтому не могут мамы оторваться до конца от аутизма. То есть, вот сколько случаев, когда ребенок, все, пошел, ребенок выходит. И у мамы возникает стоп. Вот здесь начинает цепляться. Иногда кричат. Ты маме пишешь про крик, и она потом признается, да, я агрессирую, я ненавижу своего ребенка. Кстати, это очень здорово, когда мама это уже осознает в себе. И произносит даже уже. Потому что, знаете, возможность завершить эту игру не подавляет, не прячет вот в напряжении. Вот мой ребенок может, 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 может. И уже все, сейчас эта струна лопнет. Нет. А действительно вывести в благодарность то, что имеешь. И через призму этой благодарности отпустить этот аутизм. И помочь ребенка развить в том, что у него получается. Вот вчера тоже письмо пересылала. Вот получается у ребенка разговорный жанр, но не получается математика. Хорошо. Сконцентрируйте внимание на разговорном жанре. И через это потом выйдете в то, что будет интересно математикой, начнет получаться математика. Просто это все через интерес, через любовь. Но не через давление, не через напряжение. И тогда получается, что давление и напряжение создают мамы. Конечно. Потому что остается вторичная выгода. Выгода. Очень часто и очень много кто стал психологами и начинает вести консультации. Это уже и финансовая выгода. И вообще инвалидность выгодна. Когда ты становишься инвалидом, тебе уступают место. Место на парковке, еще где-то. Это взрослая. А когда дети-инвалиды платят пособия, тебя жалеют, тебя, тебя, тебя. И это вообще удивительно, как инвалидный мир врывается в нашу жизнь на вторичных выгодах. И тогда, если опуститься и посмотреть, то что такое вторичная выгода. Давайте в корень вторичной выгоды всклиним. Просто в корень, по-честному сейчас. Вот если рубить психологию под корень, так рубить не по 10 консультаций, не по 20, не годами ходить на психологию к психологам и к психотерапевтам. Вся психология сводится к благодарности, к благодарности момента здесь и сейчас. И к осознанию нормы. Что для вас является нормой? Вот ваши нормы и ваши правила, это есть ваши вторичные выгоды. И на этих выгодах строятся ваши болезни. Вот для вас нормально жить в грязи? Значит, вы будете болеть болезнями желудочно-кишечного тракта. Ну, свинья-то, она же всегда грязь найдет. И так далее. Это я сейчас грубо сказала, но условно. Но сам факт. Ваша среда обитания, которая для вас нормально, нормально, она будет полностью определять ваше здоровье, вашу физиологию и ваше проявление в этой жизни. А хотите изменить жизнь, измените среду обитания. А для того, чтобы изменить среду обитания, надо измениться. Потому что очень красиво говорить. Хочешь быть миллионером? Войди в среду миллионеров. Ну, приди бомжом среди миллионеров. Попробуй войти. Попробуй войти. Пока не приведешь себя в порядок, ты туда не войдешь. Приведи себя в порядок и войди в среду здоровых людей. Вот когда ты можешь войти в среду здоровых людей, тогда ты становишься здоровым. Но тогда тебе не выгодна среда больных людей. И нормы, и правила у здоровых и у больных разные. И сейчас можно спорить, можно переспорить, можно все, что угодно. Мне нравится на самом деле, что даже уже психологи, психотерапевты, блогеры, которые работают, я вижу иногда ролики в ТикТоке, в Инстаграме, они начали говорить нашими словами, они начали говорить про чистоту, искренность. Все меньше становится вот этих вот роликов с толстыми губами, где рассказывают про измены как норму, про манипуляции как норму и так далее. Но при этом все равно еще видишь манипуляции по принципам НЛП и так далее, потому что там деньги, там выгоды. И пока вы эти выгоды за собой волочете, болеть. Мир будет болеть. Мир болеет. Чтобы осознать вторичную выгоду, надо осознать, что для вас нормально. В первую очередь надо самому измениться. Именно в себе изменить себя. И поэтому родители, у которых дети какие-то не такие, дойдите к зеркалу и посмотрите на себя. А какие вы? Какие вы? А у вас могут быть здоровые дети? Честно. Это будет открытие. И это открытие, когда тут же задают вопрос, так как нам измениться? Ай, как? Как так хочется сказать, как вам кверху, блин? Ручка и бумага. Пошли писать благодарность или анкеты осознавания просто в моменте здесь и сейчас. Кстати, блин, вот это ж надо. Сегодня привезла. И даже не думала, что мы будем писать этот подкаст. А я сегодня просто из дома переезжала, забрала. Анкеты осознания. Сто штук. У нас в оставке, наверное, еще, может, уже и нет. Но вы, в всяком случае, выпускали когда-то. Анкеты осознания. Сто штук. Заполняйте сто штук. Собришник. Все практики переписаны, как себя контролировать, как делать. Полностью готовый продукт для самоконтроля. И самая крутая штука, как я изменился, как я провелся. Блокнотик. Примитивный блокнотик. Но, когда вы это записываете, я изменился. Вот я не ходил здесь по газону, а теперь я хожу. Или наоборот. Я ходил здесь по газону, а сейчас не хожу. Вот я курил бамбук, уже не курю. Вот, вот, вот. А потом перечитывайте. А где вы себе дрете? И это так наглядно. И никакие чистые листы, бумажки не могут заменить вот эти вот точки самоконтроля. Примитивные точки самоконтроля. Это мы делали для мам когда-то, когда вот очень активно работали. Мы допускали специально такие штуки, чтобы подтолкнуть. Чтобы человека просто развернуть голову, уткнуть. Смотри сюда. Смотри, что ты делаешь. Смотри, как ты врешь. Вай, вай, вай. Я с тобой сыграю в эту игру. Ты хорошая. Ну, просто вот здесь, наверное, давай посмотрим и вынесем ответственность на твоих родителей. Они тебя не полюбили. Или на прошлую жизнь. Да. А в прошлой жизни у тебя там раскулачили семью. И она страдала. И поэтому у тебя сейчас больной ребенок. Нет, господа. Нехрен выносить ответственность. Не на родителей. Родителям благодарность. Они дали вам тело. Все. Завершили игру в родителей. Ах, психотерапевт остался без работы. Правильно? Психотерапевт загружен работой, когда вы на него вынесли ответственность. Все. И за своего ребенка тоже. И перед тем, как вот такие вот комментарии оставлять, подумайте. Подумайте, на кого вы вносите ответственность. Кому доверяете. Кому доверяете? Может, папе Римскому? Священнику из местного прихода. Он все знает. Он так все правильно говорит. Он недавно закрыл гипермаркет. И чтобы его не та вот налоговая не вздрючила, быстренько выучился на свету. Это еще хорошо. Или только что вышел из зоны какой-нибудь. Не, ну я вам сейчас про реального мужика говорю. Я тоже про реальных говорю. Очень даже реальных, которые вдруг стали священниками. Духовные люди. Духовные отцы. Правда, побыло, насколько я сейчас знаю, опять. Опять пошел, да, в бизнес. Ну, уже проверка не грозит. Да, поэтому. Это вообще удивительно, как это все. Вы знаете, вот когда из состояния инфодайинга смотришь, из состояния подсознания, наше подсознание смотрит на эту игру, это такой стек величайший. Просто действительно великий цирк, я бы даже сказала. Цирк вообще. Цирк на дроте. И каждый раз, когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что у каждого своя игра. Но если вы в эту игру играете, на самом деле никто не мешает так стебаться. Играйте подсознание кайф ловит. Включая это в ваших болезни тоже. Потому что это на самом деле веселая игра. Ну, тогда не страдайте. Ну, тогда хотя бы веселитесь. Да, так побежал. У меня там болячка такая-то. А я вчера как раз ролик смотрела. А муж и жена. О, мне операцию сделать. А теперь ей там что-то вырежут. Ура, да. Вот это да. Хотя бы так. Ну, хотя бы так, да. Это лучше, чем в страданиях суровых. Ай, как плохо. Ну, если уже вы носите ответственность, да хоть поржите над тем, кому вы даровали эту ответственность. И кто за вас будет выстраивать вашу реальность. И как будут работать внушения из этой реальности относительно вас. Ведь не ваш запрос будет первичен, а типа вам внушил кто-то. Иван Грозный тут пришел и внушил. Просто включите разум. И посмотрите на мир и на все события в своей жизни открытыми глазами. Не закрытыми, слепыми, не хотящими видеть ничего. А откройте глаза и просто честно посмотрите на все. Да, будет где-то больно, очень больно. Поэтому человек и отворачивается, лишь бы не видеть и не слышать. А вот наоборот, попробуйте. Действительно попробуйте. Подойти к зеркалу своему и поговорить со своим отражением открыто, искренне, без искажений. И ты знаешь, я вот вспоминаю разговоры с людьми. Ну, вот из тех, с кем мы общались вживую. И люди, которые не занимались инфодайлингом, и которые вообще не знают, что это такое, первое, что на них произвело впечатление и потом все-таки заставило купить книги, начиная от управления восприятием, и дальше над сознанием, подсознанием и так далее. Первое, это они купили книгу, были те, кто в электронном виде, были те, кто в бумажном, это книгу по чату мам. Вот на самом деле чат мам у нас золотой. И я все-таки возобновлю работу, чтобы издать еще две книги по чату. Знаешь, это как практика. Это как практика. Человек читал книгу по чату мам, им вот сказали, что волосы шевелились дымом. Во-первых, это все реальные мамы, это реальные истории. Во-вторых, ты читаешь, реально видишь изменения, реально видишь очевидные вещи. И то, что они осознавали. Осознавали, как они не любят своих детей, как они отвернуты от них, как, как, как. Вот эти вот осознания просто выворачивали мозг. Это читали люди, у которых здоровые дети. И они говорили, что этого не может быть. И потом они вдруг видели себя в этом чате, что они точно так же себя ведут во многих моментах, точно так же себя проявляют. И говорили, что эта книга просто перевернула их жизнь на 180 градусов. Это вот книга по чату мам. И после этого им стало интересно, так что же тогда вот в этих книгах, если это чат такой. Что за волшебные книги, да? Что за волшебные, да. Но они действительно волшебные. Я сегодня про книгу «Инфодайнг. Знания» говорила, рассказывала. И я приводила примеры с наукой и так далее. Но когда-нибудь люди задумаются над тем, вот в сам момент выноса Бога и дьявола из себя, кто дома остается? Вот поэтому дома пусто. И то, что у вас норма, это не анализируется никак. И тогда нормой считается все подряд. И тогда можно добавить психотехнику, а окно Вертона, управление восприятием, оно очень подробно описано. Если вы что-то самое ужасное, ну вот гомосексуализм, инцест, педофилию, каннибализм, любые виды извращений захотите легализовать, окно Вертона 6 стадий. И вот как только вы доведете до нормы, общество примет это и будет это есть. Будет свято этому поклоняться. И всех, кто думает иначе, будет уничтожать и загрызать. Как загрызали в эксперименте с мышами, старые больные мыши, молодое потомство уничтожают. Потому что для них это норма. Да, точно так же, как совсем недавно, года три, как идет, была болезнь известная, мировая, мирового значения, и грызли просто, люди грызли тех, кто не хотел там одевать на себя маски, одевать там что-то или делать привыки, просто загрызали. Ну а по итогу к чему пришли? А сейчас не берут на работу тех, например, на пилотам самолета, не берут на работу тех, кто привыкли. Да. Вот и все. И зачем загрызали? Паранойя? Ну вот это вот поклонение. А, бежим туда. Авторитет туда. Вся толпа бежит. Авторитет сказал. Ведущий в мире, какой-то ученый сказал. Какой-то ключ. Какой-то. Есть он или нет вообще, никто не узнает. Даже. Ладно, когда есть государство, где есть действительно авторитеты или есть действительно люди, которые имеют жизненный опыт, которые имеют какую-то жизненную позицию, которая действительно работает сейчас на коллективное. Такое есть в обществе. И когда вы делаете авторитетом такого человека в ограниченном объеме, это можно еще как-то понять из разума, потому что это какой-то мини-допуск. Но когда вы вообще непонятно кого делаете авторитетом, вы не знаете, кто это будет, и вы готовы жрать химию, таблетки, вы готовы ребенка своего отдать первому встречному, это жесть. И это не про любовь на самом деле. Потому что вот когда вы действительно любите своего ребенка, вы же 10 раз проверите медицинский диплом у врача, 10 раз перепроверите назначение этого врача и потом сделаете все равно по-своему. А потом в лучшем случае пойдете, возьмете справку, когда ваш ребенок здоров, чтобы он ходил в коллектив. А можно и без справки написал заявление и сказал, да, я лечу своего ребенка сына. Я не призываю заниматься самолечением. Я говорю о том, что есть здравый смысл. И сперва меняется родитель, меняется родитель, и потом проходит психические расстройства у детей. Изменения в родителей обязательно. И здесь даже не от возраста это зависит. Либо же, если родитель не хочет меняться, значит ребенка надо поместить в здоровую среду питания. Как Маугли. Пока Маугли живет в стаде волков, в стае волков, он будет волком. И будет жить продолжительной жизнью, у него будет волка. И развиваться, и бегать, и прыгать. Потому что ты копируешь. И говорить, он будет как волк. Он копирует. И если ваш ребенок скопировал вас и стал инвалидом... То кто инвалид? То кто инвалид? Вот честно себе ответьте на этот вопрос. А почему? Потому что вы несли ответственность на перво встречного. Потому что не отвечаете за то, что делаете. И самые безответственные люди, это люди науки и религии. Парадокс? Ну, где-то так. Честно, честно, честно. В зеркало подойдите, посмотрите. Просто посмотрите в зеркало. Продолжение следует...